Здравствуйте! Я преподаватель по общеобразовательным дисциплинам Магисталского гуманитарного колледжа имени Муранжерауси Горбекула Чаксбаева Айкуль Нурбековна. Тема урока – части растения. Цель урока – воспитывать бережное отношение к природе, познакомить детей со строением растений, выяснить значимость каждой части растения. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим наше расследование в царстве растений, которое мы начали на прошлом занятии. Было установлено, что к царству растений относятся такие деревья, как дуб, клен, рябина. К кустарникам относятся сирень, малина, крыжовник, а также к травам крапива, ромашка и клевер. Сегодня мы продолжим исследование растений и установим, из каких частей состоит растение. Растения красивы, разнообразны и очень интересны, но устроены они совсем совершенно особым образом. И несмотря на то, что они такие разные, у всех растений есть очень много общего. Давайте рассмотрим, из каких органов состоит растение. Все органы делятся на две группы. Первая группа отвечает за поддержание жизни и развитие растения. Это корни, стебли, листья. Вторая группа – это цветы, клады, семена. При помощи их растения размножаются. Корень находится под землей, поэтому и называется подземным органом. При помощи корня растения поглощают воду и в земле накапливают питательные вещества, а также удерживают растения. В земле корень служит местом, где растения запасают питательные вещества. Давайте отправимся на поляну. Это интересно знать. И послушаем моего друга, мудрого дуба. У некоторых растений, например, у моркови в корне, накапливается много питательных веществ, и он съедобен. Корни могут расти в воде или в воздухе, например, ульян, воздушные корни которых свисают с веток, а у кувшинки корни находятся в воде. Стебель – это наземная часть растения, которая соединяет корни с листьями. Его можно назвать скелетом растения. Он проводит питательные вещества от корня к листьям и выносит листву к свету. В стебли, как и в корне, могут откладываться запасные питательные вещества. На нем развиваются листья, цветки, плоды с семенами. Стебли деревьев и трав отличаются продолжительностью жизни. Стебли травы живут, как правило, один год, и после выпадения семян многие растения погибают. У многих деревьев главный стебель называется стволом и существует много лет. У кустарников отдельные крупные стебли называют стволиками. Стволиков у кустарников несколько и живут они также много лет. А мы снова давайте отправимся на поляну. Это очень интересно знать. И мудрый дуб нам расскажет. Как можно определить возраст дерева? Деревья растут вверх, вширь и вглубь. Ствол утолщается за счет ежегодного прибавления нового слоя древесины. Под корой этот слой образует кольцо. Одно кольцо один год. Пересчитай кольца дерева и узнаешь его возраст. Толщина каждого кольца говорит о погодных условиях, в которых росло дерево. Кольца широкие, если шли обильные дожди. И наоборот, узкие, если стояла засуха. Скажите, сколько лет этому дереву? Для того, чтобы определить возраст, посчитайте количество колец. Этому дереву 18 лет. Лист – важнейший орган растения. Он необходим для того, чтобы осуществлять питание всего растения. Многие думают, будто растения питаются веществами, которые содержатся в почве. Но это ошибка. Давайте проведем эксперимент. Возвесим почву. Посадим в нее пшеницу. Прошел месяц. Пшеница выросла. Возвесим почву. Вес почвы изменялся совсем-совсем мало. Всего на несколько граммов. То есть растения потребляют с нее минеральные элементы в очень маленьком количестве. А пищу для себя она добывает сама из углекислого газа и воды. Этот процесс происходит в листе при помощи солнечного света. Вы знаете, что листья растений имеют отличия? Узнайте, каким растениям принадлежат листья. Эти листы принадлежат мать и мальчике, ромашке или клеверу. Правильный ответ – клеверу. А вот этот изображенный лист будет расти на каштане, клёне или березе? Правильный ответ – этот лист будет расти на клёне. Изображенный на экране лист принадлежит фиалке, липе или геране? Правильно, это лист герани. Следующая часть растения – это цветок. Зачем он нужен растениям? Если вы думаете, что это для красоты, то ошибаетесь. В цветках находятся важнейшие органы растения, которые производят семена. А из семян вырастают новые растения. Есть растения, которые не имеют цветков. Это хвойные растения. Они размножаются семенами, которые находятся в шишках. А вы знаете, почему цветы пахнут? Цветы пахнут, потому что их лепестки содержат эфирные масла, которые широко используют для изготовления духов, мыла и шампуня. Чаще всего используются лепестки роз, фиалки и жасмина. Запах необходим цветам для привлечения насекомых, которые их опыляют. А еще у растений есть семена. Каждая семечка содержит в себе малюсенькое растение в миниатюре, у которого уже есть все его части. Корешок, который потом превратится в корень. Стеблек будет крепко держать растение, когда вырастет. Зародыш листьев будут питать растения, пока не вырастут в полноценные листья. Каждое семя покрывает пленка, которую называют кожурой. При соприкосновении с водой она разбухает, лопается, а затем отделяется от семени. Знайте, плоды какого растения перед вами? Гранат, груша, слива, арбуз, персик, кокос. Наше сегодняшнее расследование подходит к концу. Мы теперь знаем, что корень достает из почвы воду и питательные вещества. Дебель проводит питательные вещества к листьям. Листья ловят солнечные лучи и обеспечивают растение необходимыми веществами. Отвечает за дыхание. Растения в цветке образуют семена и плоды. Плоды защищают семена, а семена дают жизнь новому растению. Поэтому все части растения важны. Они составляют единый живой организм растения. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание.